МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Туле выселяют предвыборный штаб Алексея Навального. В группе команда Навального в Туле опубликована новость о скором выселении штаба из помещения в доме номер 9 по улице Литезина. Арендодатель сообщил, что мы должны съехать до 1 сентября. Однако плату за август он взимать не будет, за что ему огромное спасибо от всех нас. Сейчас мы в поиске нового дома, пишут активисты. И обвиняют во всем власти Тулы. Цитата. Администрация города таки добилась своего. Тулики могут вернуть часть средств за капремонт. Установка общедомовых приборов учета, обновление системы отопления, замена электропроводки приводит к экономии энергоресурсов. Строение с отремонтированными коммуникациями суммарно потребляет от 10 до 30% меньше тепловой и электроэнергии. Сэкономленные средства жильцы могут получить назад. Однако директор департамента жилищно-коммунального комплекса региона Олег Дючков подчеркнул, что недостаточно установить новое оборудование. Нужно доказать, что действительно дом стал потреблять меньше ресурса. В программе энергоэффективный капитальный ремонт в этом году принимает участие жильцы только двух тульских домов. В правительстве региона подготовлена новая редакция рейтинга управляющих компаний. Напомню, он составляется для того, чтобы жители могли получить объективное представление о работе компании и не ошибиться в выборе, если предстоит провести смену УК в доме. При оценке деятельности ФИР учитывается наличие долгов за энергоресурсы, количество жалоб жителей, исполнение предписаний, размещение отчетности в интернете и другие критерии. Ожидается, что новый рейтинг будет обнародован 1 августа. История с передачей домов, которые ранее обслуживала управляющая компания «Фасад будущего», продолжается. Несколько месяцев фирма практически не выполняла свои обязательства перед жителями. Затем стало известно о банкротстве. Сотни туляков не понимают, что им делать, ведь немалая часть домов осталась фактически бесхозной. Кто-то пытается выбрать другую управляющую компанию, а кому-то представители коммунальных организаций приходят сами. Как действовать жителям и по какому принципу выбрать управляющую компанию, узнавала София Кириллова. Жители дома номер 14 по улице Тургеневской уже отчаялись добиться какой-либо помощи от управляющих организаций. Много десятилетий ремонт здания они проводят сами и на свои средства. Представителей последней управляющей компании жильцы вообще ни разу не видели. Мы его никогда не видели. Представителей никто не приходил. Единственное, когда мы оформляли договор, мы сами туда ходили, подписывали все и больше ничего. На этом все. Только бумаги оформляли. И вот сейчас, после разорения фасада будущего, дом остался без какого-либо надзора. Однако квитанции на оплату жителей получили в срок. Но здесь позиция государственной жилищной инспекции абсолютно однозначна. Платить жильцы должны только той компании, за которой дом закреплен в реестре. И если ее услуги их не устраивают, решить эту проблему достаточно просто. Если управляющая компания работает плохо и поступают жалобы к жителям на эту управляющую компанию, орган местного управления выходит к собственникам и предлагает сменить форму управления либо управляющую компанию. Другая проблема – выбор новой управляющей компании. К жильцам уже приходил представитель УК «Арсенал» с предложением услуг. Однако жители дома пока не спешат переходить под новое крылышко. Сейчас, как никогда, им важно, чтобы управляющая компания выполняла свои обязанности, а не просто присылала квитанции на оплату. Выбор новый они отложили до 1 августа, когда выпустят новый рейтинг управляющих компаний. София Кириллова, Андрей Ремезов, Артем Редин, Тульская служба новостей. Что волнует туляков, выясняли накануне городские чиновники. Встреча мэра Тулы Юрия Цкипури и главы городской администрации Евгения Авилова с жителями стала уже традиционной. В этот раз она прошла в поселке Молодежном. В числе основных вопросов – это ожидаемо, проблемы ЖКХ, ремонт дорог и здравоохранение. О чем еще попросили туляки городские власти? Подробности в репортаже Сергея Речица. Встречи туляков с чиновниками, ставшие уже традиционными, проходят третий год. Вопросов меньше не становится. Каждый вопрос, даже мелкий, он практически тут же протоколируется и тут же начинает решаться. Проблемы эффективно решаются только тогда, когда чиновники и жители работают сообща. Вопросы, конечно, остались. И их немало. Мы обращались, чтобы вывезли наших детей в ФОК, в Возвратительном комплексе. Нам понравилось, было все хорошо, все прекрасно. И мы сейчас хотели бы еще узнать, возможно ли в этом году то же самое нам повторить. 15 сентября, вот Евгений Васильевич, мы уже документы подали на утверждение, будет подан автобус. И ваши дети, как в прошлом году, по распоряжению главы города, посетят ФОК Ленинского района. Основные вопросы – ЖКХ, дороги и участие в программе «Народный бюджет». Жители одного из поселков бывшего Ленинского района в ее рамках хотели сделать дорогу, но в последний момент отказались. Сумма почти в полмиллиона рублей оказалась для них непосильной. Просим вас как бы помочь нам попасть в этот бюджет 2018 года. Я прошу после встречи с Владиславом Саниславовичем Галкиным, заместителем, который курирует в том числе это, подойдите, мы вас сопроводим. Встреча с жителями продлилась более двух часов. Найдено решение десятков проблем. Всех, кто задать вопрос не смог, глава администрации Тулы Евгений Авилов пригласил на городское оперативное совещание. Каждый понедельник тулики смогут задать свой вопрос напрямую чиновникам и найти решение проблемы. Сергей Речет, Сергей Давыдов, Тульская служба новостей. Памятную доску гвардии полковнику воздушно-десантных войск Олегу Пустовиту открыли сегодня. Решение об ее установке на доме, где жил Олег Тимофеевич, приняла в марте Тульская городская дума. На открытии присутствовали представители ветеранских организаций, глава города Юрид Скипури, бывшие сослуживцы и родные Олега Тимофеевича. Подробности далее. Олег Пустовит родился в 1945 году в семье военного и без раздумий пошел по стопам отца. Срочная служба в Кремлевском полку, воздушно-десантное училище в Рязани, а затем 10 лет службы в Средней Азии. Олег Тимофеевич первым отправился в Афганистан с командой лучших солдат за полгода до основных войск. До сих пор его уже нет в живых, а его солдаты разыскивают. Служивцы переписываются с моими дочерьми, солдаты, и все говорят, какой он был хороший человек. После окончания военной карьеры Пустовит продолжил общественную деятельность. Воспитание патриотизма в молодом поколении полковник считал одной из приоритетных задач. Он занимался общественной работой здесь, ну, постоянно, до конца своей жизни. И, конечно, то, что он рассказывал детям, это очень нужное дело. На открытии памятной доски полковнику Олегу Пустовиту много теплых слов прозвучало от бывших сослуживцев, семьи и соседей. Также дань уважения нашему земляку отдал глава города Юрид Скипури. Ну, он выдающийся и своей военной службой в Афганистане, вот, геройски, в общем-то, защищал нашу родину, исполнил интернациональный долг, и всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству. И когда он уже ушел на пенсию, тоже очень активно работал вместе со своими соратниками ветеранской организации города Героя Тулы. Под звуки военного оркестра мемориальную доску официально открыли. И теперь каждый, кто захочет почтить человека, отдавшего всю жизнь служению Родине, сможет возложить цветы к памятному месту. София Кириллова, Сергей Давыдов, Тульская служба новостей. Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Больше новостей вы найдете на lenta.tsn24.ru Также звоните нам в редакцию по телефону 25 45 45 и делитесь своими новостями. Я желаю вам хороших выходных. До свидания. В эфире прогноз погоды от Тульской службы новостей. Я Антонина Проценко. Здравствуйте. 29 июля, афиногенов день. Считается, что в этот день замолкают птицы, грустят и думают о предстоящей осени. Ведь скоро придется покидать родные края и улетать в теплые страны. Чуть позже я поделюсь своими знаниями об этом дне, а пока о погоде в Туле и области на ближайшие сутки. В Алексине градусник термометра покажут плюс 19, плюс 28. В городе Ефремове плюс 21, плюс 29. В Белеве плюс 20, плюс 26. Но в Московске плюс 20, плюс 28. По прогнозу, 29 июля температура в Туле будет колебаться от 19 до 28 градусов по Цельсию. Переменная облачность, дождь, гроза. Влажность воздуха составит 60-72%. Ветер южный до 5 метров в секунду. Возможно, небольшие геомагнитные возмущения. Следите здоровья. 29 июля, феиногенов день. В этот день запрещается ходить в лес, так как заря ходит, птичь и перья подбирает. Нельзя было охотиться, кричать, петь и собирать ягоды. Также примечалось, что ночью становится короче. На сегодня у меня вся информация. Хорошей вам погоды и отличного настроения. С вами была Антонина Проценко. Увидимся с вами завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова